В Чувашии чествовали чемпионов. Более ста гостей, среди которых спортсмены, тренеры, журналисты, ветераны и руководители физкультурно-спортивных учреждений Федерации собрались в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка». 2013 год был богат на спортивные события и яркие победы наших спортсменов. Впервые республика принимала эстафеты Всемирной летней универсиады и Зимней Олимпиады Сочи-2014. Достойно выступили наши спортсмены на многих международных соревнованиях. Почетное звание «Заслуженный тренер Чувашской республики по тяжелой атлетике» было вручено тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы физкультурно-спортивный комплекс «Присурьи» Ядринского района Зиновию Неаполимскому. Наградили и лучших спортсменов. По итогам соревновательного года ими были названы Алина Прокопьева, Татьяна Семенова и Екатерина Краснова. Елена Муратова, я почувствую, ощущаю, что она здесь и все духовные силы чувашского народа у нее в Сочи, где она уже участвует в сборной команде Российской Федерации. «Спорт есть спорт». Я думаю, она достойно, участвуя в своем виде спорта, одержит победу. И мы достойно с этой победой встретим на нашей чувашской земле. В номинации «Лучший тренер года» были награждены Михаил Кузнецов, Олимпиада Иванова и Анатолий Акимов. Еще три тренера – Валерий Васильев, Светлана Морозова и Надежда Тонина – удостоились звания «Лучший тренер спортсменов по адаптивному спорту». По итогам народного голосования, который проходил в конце года на сайте Минспорта Чуваши, победителями признаны Андрей Андреев и Максим Иванов.